Привет, народ! С вами Фенаргот. Многие из вас ждали доты, она обязательно будет, но сейчас будет FIFA. Представьте себя, да, пробую себя на новом поприще, но не в формате гайдов и так далее. Я принимаю участие в Кубке FIFA в Кефира. Вы можете перейти на канал Кефира, ознакомиться подробнее с форматом и прочее, я кратенько расскажу. Я FIFA играю с 99 FIFA, но всегда так себе. Вот последний год решил как следует начать играть, потому что что-то затянуло в Ultimate Team, играя с февраля этого года. И принимаю участие. Мы играем сборными, 32 участника, их раскидывают в зависимости от скилла. Я выбирал команду седьмым по счету, и мне досталась сборная Италии. Огромная благодарность моему подписчику Илье с ником Gepard. Он мне предоставил офигенный состав. Там есть все игроки, которые нужны для максимального топа, получается, у сборной Италии. Мы будем играть 7 матчей по швейцарской системе. Собственно, 4 победы прошел в плей-офф, 4 поражения вылетел с турнира. Я, конечно же, буду играть на победу, но уже рад, что я тут нахожусь с такими мастодонтами и крутыми фиферами и блогерами. PandaFX вот с ним хочу сыграть, потому что у меня много общих знакомых, и смотрел его ролики. И вообще мои друзья, которые смотрят FIFA, они многие подписаны на PandaFX. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас я вам покажу немножко и расскажу про свой состав. Донорума на месте. Вот такой у меня состав. Еще раз огромное спасибо Gepard. Сразу скажу, что генеральным партнером у меня является Parimatch. В закрепленном комментарии можете регаться по ссылке, получать бонус к депозиту 100% и FreeBet. Поспешите, пока эта акция не кончилась. В общем, я играю 4-4-2. Я как-то привык. Я когда начинал играть в Ultimate Team в феврале, я начал стримить. Мне люди писали, что лучше играть 4-4-2. Я слышал, что многие играют 4-1-2-1 через узкий ромб. Но я пока вот не хочу рисковать, потому что у меня наигрыш не такой большой. А мне все-таки 7 матчей и нужно сделать 4 победы. Это будет нелегко. Соперники серьезные. Команды серьезные. Но у меня вот, как видите, все топовые игроки имеются. Единственное, я Кьезу, допустим, докупил и выпустил вместо Флорензи. Я думал Верати поставить форвардом вместо иммобиля и в итоге Флорензи поставить в центр. Но я пока об этом думаю. Там есть свои подводные камни. Плюсы и минусы. Во-первых, Верати низкий. На веса через него не поиграть. Да и прессинговать он нормально не сможет. С другой стороны, у него нога слабая, пятизвездочная. Ну, за счет евро. Потому что они выиграли. Я вообще, конечно, за Англию болел. Но я за них болею уже 20 лет. Но итальянцы меня поразили. Я даже на своем аккаунте Xbox. Потому что я вот PlayStation купил буквально месяц назад. И поэтому искал аккаунт для игры. У меня даже на Xbox есть Верати. Я его купил. Когда еще итальянцы, по-моему, выиграли два матча в групповом этапе. Потому что я понимал, что он там, скорее всего, пять звезд сделает. Вот как-то так. Что сказать по схеме? По тактике? Я играю сразу через атакующую схему. С прессингом при потере мяча и быстрым розыгрышем. Касательно задач. У меня, собственно, иммобили и белоти остаются в атаке. Ну, остаются впереди. Фланговые защитники же наоборот. Они остаются сзади при нападении. Кстати, это первый раз в жизни. И это я вот сегодня все делал. До этого никогда этим не занимался. Мне вот друг помог. Ему огромное спасибо. Ну, вот у Верати меня еще ждет граница штрафной. И, возможно, какие-то еще вещи сделаю. Поэтому обязательно можете мне советовать в комментариях к ролику. Давать какие-то советы, подсказывать и прочее. Большое вообще спасибо тем, кто болеет за меня. Много людей писало. И на ютюбе, и на твиче я аж удивился. Думал, многие негативно отреагируют на то, что я собираюсь тут в фифу играть. Польщен. И, конечно же, огромная благодарность к эфиру, что дал мне этот шанс. Вне зависимости от того, как я выступлю. Я буду рад, что я поучаствовал в этом. Хочу поиграть с пандой и фиксом, как я уже сказал. Но посмотрим, посмотрим. Собственно, еще в ближайшее время ждите первый матч. Первый матч будет опубликован уже 25 числа на моем ютюб-канале. В будущем будет еще контент и по доте, и по фифе. С кубка фиферов. Но в доте что у нас? Перенос Инта на октябрь. Куда я, скорее всего, поеду. Также напомню, что боевой пропуск еще один должен выйти. И непонятно теперь, когда он выйдет и прочее, прочее, прочее. Но поживем, увидим. Так, я на Твиче стримлю свои тренировки. Играю Division Rivals и Weekend League. Готовлюсь к матчам турнира. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким. Потому что сейчас все это серьезно и прочее. Хороших вам каток, приятного настроения и хорошего лета. С вами был Фенергот и скоро увидимся.